смотрите как они сразу же моментально увеличиваются в объеме сразу же такие большие становятся и пузырчатые переворачиваю мгновенная готовка приветствую вас друзья на канале сибирячка готовить с вами елена посмотрите какие лапушки красоточки пирожки на кефире быстрые вкусные воздушные очень-очень мягкие с большим количеством начинки прелесть давайте посмотрим внутри картошечка вместе с грибочками вкусно обалдеть как я хочу чтобы вы обязательно приготовили и написали комментарий смотрим шампиньоны нарезаю некрупно меня 300 грамм можно взять любые грибы которые у вас есть замороженные выкладываю в сухую сковородку чтобы они побольше влаги отдали начинки влага нам не нужна картофель у меня закипел присаливаю его помешиваю грибочки температура выше средней и нарезаю мелко лук средней головки достаточно основная жидкость у нас испарилась грибочки значительно уменьшились размере выкладываю лук добавляю соль по вкусу безо всякого масла ароматная у нас получается начинка выкладываю сливочное масло перчик поднижаю градус дам нашим грибочкам потомиться с маслицем с ручком на небольшой температуре минут пять картофель у меня готов грибы тоже разминаю его толкушечкой выкладываю грибы ароматные перемешиваю и мы сейчас должны попробовать оценить на вкус и если чего-то не хватает соли перца то можно добавить заметьте друзья никаких яиц молока я не кладу потому что начинка будет жидкой и она у нас вся будет из пирожков вытекать дам остыть миску добавляю желток всыпаю соль вливаю комнатной температуры кефир перемешиваю а для пирожков приготовленных на кефире муку лучше просеять несколько раз я просеиваю второй раз последнюю порцию муки и добавляю соду перемешиваю по часовой стрелке ни в коем случае друзья кефирное тесто нельзя перенасыщать мукой это самая-самая главная ошибка поэтому мука у меня здесь чашки еще осталось примерно полстакана может даже чуть больше не высыпайте всю сразу смотрите как только тесто у меня скомковалась на вилочку в самую последнюю очередь вливаю растительное масло убираю вилку и замешиваю руками тесто липнущее обратите внимание 2-3 столовых ложки я добавила 3 и начинаю его вымешивать вымесить нужно как следует чтобы тесто стало однородным минут 5 наверное 7 затрачу так друзья смотрите какое у меня получилось тесто липнущее мягкое и не перенасыщенное мукой я накрою его салфеткой и дам постоять минут 15 на сухую руку не так липнет сковородку наливаю масло до с этого момента мы больше мукой не пользуемся стол руки смазываю маслом белое тесто такое у нас липучие прилипучие такое красивое послушная стала с маслицем так сильно масло тоже много не надо поэтому я его сейчас распределю по столу равномерно лишнее масло нам не позволит пирожки склеить так делю на части беру кусочек теста разминаю его в лепешку и выкладываю начинку сколько начинки класть конечно мы хозяйки любим чтобы было много но чтобы пирожок у нас не распался на сковородке не расклеился это должна быть мера от краев отступаем примерно сантиметр может быть чуть чуть больше ни в коем случае чтобы в шов не попала начинка и склеиваем давайте поближе покажу тесто хорошо слепляется прямо как пластилинчик без проблем так придаю форму нашим пирожка красотулечка и ждем пока наше масло согреется все 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 как следует заклеиваем так как говорится 1 пошел от эти какая прелесть масло у меня очень хорошо прогрелась выкладываю в него пирожки швом вниз аккуратно масло горячее смотрите как они сразу же моментально увеличиваются в объеме сразу же такие большие становятся и пузырчатые переворачиваю мгновенная готовка подпишись на наш канал поставь лайк за ваши пирожки чудные вкусные и конечно приготовь и напиши комментарий приятного аппетита друзья до новых встреч